Военная обстановка в Сирии 12 марта 2018 года На прошлых выходных в регионе Восточная Гута произошел развал обороны действующих там группировок боевиков под натиском сирийской армии и ее союзников, в результате чего подконтрольный боевикам котел был разбит на две отдельных части. Правительственные формирования освободили город Мадьяра, практически полностью блокировали район Хараста, заняли фермы возле населенного пункта Джесрин и атаковали район Атфриз. Территорию города Дума контролирует группировка Джешелеслам и несколько отрядов группировки Ахрарашшам, в то время как Южный котел находится под совместным контролем группировок Хаят Ахрарашшам, бывшая джабхата Нусра сирийской крыла Алькаеды, Филляк Аррахман и Ахрарашшам. В тот же день некоторые лояльные боевикам источники и основные СМИ опубликовали сообщение о новом предполагаемом применении химического оружия со стороны сирийского правительства. В результате предполагаемой химатаки с применением хлора в районе Ирбин пострадало несколько человек. Подтверждения данным заявлением предоставлено не было. Интересно отметить то, что данные сообщения появились в СМИ спустя всего несколько часов после развала обороны боевиков в городе Мадьяры. 12 марта сирийская армия продолжила свое наступление с целью изоляции района Хараста от города Думай. По данным источников лояльных правительств, отряды сирийской армии уже выполнили данную задачу. Однако сирийской армии все еще необходимо зачистить ранее занятые территории. Распространяются сообщения о том, что в расположенном на юге Сирии городе Дыра США и поддерживаемые Израилем группировки боевиков готовят атаку на сирийскую армию. Данная предполагаемая атака проводится на фоне участия сирийской армии в операции в регионе Восточная Гутта и нацелена на то, чтобы косвенно помочь действующим там боевикам. На северо-западе Сирии за последние три дня вооруженные силы Турции и свободная сирийская армия отбили новые деревни у курдских отрядов народной самообороны YPG. Несмотря на контратаки YPG, вооруженные силы Турции и свободная сирийская армия подошли к окрестностям оплота YPG города Африн с северо-восточного направления и практически полностью завершили продвижение к окраинам с юго-западного направления. Как только турецкие формирования окружат Африн, основные бои развернутся в районе городской застройки. 11 марта президент Турции Реджеп Тайпардаган заявил о том, что с момента начала операции в кантоне Африн вооруженные силы Турции и свободная сирийская армия заняли территорию площадью 950 квадратных километров.